Поехали сначала! Итак, мы начинаем с вами смотреть крутую катку, которую я сыграл, как мы только что выяснили, 22 дня назад. Соответственно, смотреть мы будем параллельно со стримом, который идёт прямо сейчас. И, как я уже начал рассказывать, постараюсь ещё раз ничего не забыть и рассказать всё то же самое. Это игра, где я играл со смурф-аккаунта по просьбе одного из моих учеников, потому что многие из вас знают, что я сейчас практически не играю РМ. Ну, то есть, игра со стандартным стартом, кроме как Empire Wars, особенно в дуэли. Ну, то есть, в дуэли вообще не играю со стандартным стартом. Так вот, это один из зрителей, который попросил меня сделать стратегию, которую лично он считает одной из лучших вообще стратегий и стратегии, которая не имеет контры. Вот. Соответственно, делает... Ну, он её самое лучшее исполнение, наверное, за Сарацину. К этому мы пришли приблизительно вместе. Вот. Ну и что важно, что по ходу игры этот игрок говорил мне кучу разных советов. Мы сидели с ним в войсе, то есть, он постоянно советовал мне, что надо сделать, как сделать, какие стратегии. И просто куча идей у чувака, и это было реально очень интересно, и я получил прям заряд очень прикольных и положительных эмоций. Итак, играем мы за Сарацина, карта Аравия. Ребята, это новая арабия, это точно на новом патче были Посмотрите на эту ару, посмотрите на эту арабию Я только что понял, да Это точно старый патч, в центре как раз нет леса, а на бэке Там же как раз в том патче, помните, ару поменяли Это был, наверное, первый день, когда мы играли на новом этом Первый день, когда мы играли на новом патче Это была новая арабия, да, так что это оно Это оно, я уверен Еще и карта моего оппонента, посмотрите Лес вообще, лес только на бэке Дэд лесок, конечно, такой маленький Все, 20 деревьев там, против обычного Два раза меньше, чем должен быть Ладно, поехали, немножко ускорять, на самом деле мне Capture Rage по ускорению не нравится, поэтому будет немножко сложновато всё смотреть Здесь обычное развитие, самое обычное, которое вы могли бы увидеть, Сарацин, который подманивает олени, олень ещё и срывается, всего два креста на лесе Ну, целых два креста на лесе, это же много, вы все знаете, что с разными крестами на лесе это мощно Давайте немножко поговорим с вами про тайминги, ребята, вот, давайте в чат, чат, вопрос к чату Когда на арабе вы обычно переходите в замковую эпоху? Есть у кого-то такой тайминг? Вот Если у вас тайминг, тайминг перехода в замковую эпоху, кто может, кто, кто есть кто-нибудь госу в чате, госу в чате Нам нужны профессионалы, сейчас какая арабе, а вот ровно вот такая вот и играется То есть я поэтому говорю, это новый патч, и у нас, скорее всего, ничего не сломается В замковую 21, 22 до 26, правильно, 20, 21, 22 минута обычно ап есть, не делайте пока Вот Хуба, он профессионал, он апается на 17 минуте, смотря что происходит Вот, Хуба, не зависит от того, что происходит, ребята, он всегда переходит на 17 минуте Это как бы его, такой, знаете, чисто сигнатурный фасткассел Фасткассел на 17, вот Соответственно, мы пока что здесь просто развиваемся Да, здесь парень, соответственно, хотел построить барак, очень нагло Вот, меня здесь попросили залеймить, но по итогу лейм мне удался Поэтому все, что я сделал, это немножечко выиграл здесь времени Чувак, соответственно, посмотрел, посмотрел на это все дело И решил, что он тоже может побить моего креста Получил здесь одну тычечку от моего вела и, соответственно, развернулся Да, у нас очень много подмани на оленей Как я и говорил до этого, у меня три креста работают на лесе То есть все в целом прикольно И билдордер выглядит в целом вполне стандартно Правильно? Да, по крестам у нас ровник Айдл ТЦ, у моего оппонента уже 15 секунд Айдл ТЦ, кстати, немножко он ошибался И, по-моему, кстати, в этой итерации я особо не рассказал про свои Ой, как тут здесь, как он меня крестом заблочил В итоге потерян скаут Для этой стратегии очень важен первый скаут Поэтому я потерял скаут и все складывается максимально плохо Еще и здесь мой оппонент напал мне на крестьянку без лума Только-только я заказываю лумчанский, видимо, для того, чтобы перейти в следующую Но эту крестьянку буду здесь уже не спасти Буквально одну тычку я тут спасти ее не успел То есть если бы я отодвинулся, вполне возможно, что скаут бы уже не смог бы меня забрать и погиб Но здесь я потерял скаута, потерял креста И напоминаю, что я играю против 2200 приблизительно рейтинга оппонента То есть оппонент очень сильный и рейтинг в целом высокий И в этом изначально и был как бы такой спор у нас с моим тиммейтом Ну, с человеком, которого я тренирую Смогу ли я... Ну, я ему говорил, что эта стратегия не работает на высоком рейтинге И вот, соответственно, он мне не верил Ну, в итоге у нас такая обоюдная потеря скаутов А монет тоже потерял своего скаута И здесь четыре креста выходят на камень Ну, потому что, как вы знаете, у Сарацина камень это очень выгодный ресурс Его можно быстро намошнить на рынке Практически в любой ресурс, который вам нужен И это будет выгоднее, чем добывать напрямую этот ресурс Поэтому играем через камушек, добываем камушек Тем временем у нас пока что идет переход в замковую эпоху У нас всего лишь три креста на лесе Параллельно тут кушаются еще овечки И перехожу я в феодальную быстрее, чем мой оппонент С популяцией 19 Вот Соответственно, мой оппонент решил здесь мечников не делать Я, конечно, здесь ожидал мечников Но специально ничего не закрывал Потому что, ну вот, кроме леса, наверное, да Потому что здесь мало крестьян работает Просто банально, потому что здесь каждая единичка ресурса на счету И она будет мне нужна Вот Тем временем Пока что происходят простые переходы Оппонент вышел тремя крестами на золото Поэтому планирую делать именно лучничка в этой игре Тоже практически не добывает еду Кому вообще нужна еда? Две лесопилки Итак, переход Три креста строят у нас Рынок Да, и здесь, конечно, огромная проблема Что я потерял этого вела Должно было быть 20 рабочих Но у меня всего 19 Поэтому, как вы видите Здесь чуть-чуть мне не хватает на кузницу Пришлось ждать, пока ребята доберут этот лес Пришлось какое-то время еще и лес здесь под ТЦ качать вместо еды Поэтому, в целом, это все дается мне очень непросто Но Что самое главное? Самое главное, что маркет дешевый построен Ресурсы намошнены И вы посмотрите на ресурсы Ровно 200 золота Тут, короче, если продать там 100 Определенно, смотрите Я продал 200 камня И купил 3 раза еду И вот тут курс так сделал Что у вас получится ровно Конфетка 0 золота Прямо идеально И мы нажимаем с вами переход в замковую эпоху И, внимание, у нас с вами уже 8 крестьян на камне Знаете, что это значит? Вы знаете, что нас ждет? Правильно У нас 8 крестьян на камне Всего лишь 1 крестьян остается на лесе И мы без первого скаута Отправляемся вперед В это время на базе моего оппонента Уже построено 2 арчери Все еще 11 минута Напоминаю, что Да, напоминаю, что я здесь потерял креста Потерял скаута Вот, все идет не очень идеально Но его оппоненты, наверное, тоже билд Конечно, не идеально У него 19 секунд У меня только 7 секунд За то, что кузню сразу построить не получилось Но, тем не менее Мы уже на пути в замки И очень-очень скоро Мы уже перейдем в замковую Это далеко не 21 минута Как вы привыкли Вот, и здесь кресты идут Чтобы вы понимали Приблизительно вот так вот Видно примерно Вот такое вот количество карты А наши кресты идут Идут, идут, идут И тут может быть стена Может быть все что угодно Может быть огромное количество армии У меня почему-то звук пропал Я понял Когда нажимаешь туман войны Еще и звук в тумане находится Хитро-хитро придумано Вот Соответственно, ничего не видно И кресты просто стоят и чилят Почему? Потому что еще 20 секунд до замковой эпохи Что происходит в это время? В это время ко мне на базу Начинают приходить первые лучники Ко мне, как вы видите, 635 Крестьян работает Там, не знаю, всего лишь в сумме 11 крестьян работает Вот мы в замковой эпохе И, недолго думая Я намечаю тут хороший замок Давайте посмотрим на реакцию От моего оппонента Итак, реакции все еще нет Возможно он все еще микро здесь С лучниками на хуароде Первый крест уже потерян Ну и тем временем Да Начинает строить вышечку Но Но, 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 но Практически все крестьяне уже заволены внутри Я здесь идеально подконтролил Прям идеальный полисадик И нам повезет Все правильно Смайлик Идеальный смайлик в чате, ребята И этот замок Отменить здесь уже не получится Лучников здесь не хватает Даже несмотря на наличие стрелы Несмотря на наличие вышки Которая почти построилась Мой оппонент понимает Что да Строить это строение У него здесь не выйдет И Замок Внимание На 14.30 На Арабии У вас на базе стоит замок Здесь на базе У меня тем временем Очень хорошая экономика Очень хорошо крестьяне добывают Необходимые мне ресурсы Мне очень повезло Что у меня прямо сейчас Есть 166 леса Еще я построил одну фермочку Поэтому леса стала соточка А ну да Я тут по ТЦ его добываю Поэтому здесь быстренько Крестьяне выходят с замка И добываем что? Правильно Начинаем добывать Самый важный ресурс В этой игре Можете смотреть Как я добываю ресурсы Продано 100 камня Получено золото Куплено за это Даже не понял что Наверное лес только что докупил Да я там сделал этих Докупил лес В это время Пока мой оппонент занимается Здесь какой-то фигней У нас Крестьяне выходят Бить его лучников Вот это что такое Он думает По одному лучнику расставил И все сильный что ли Не сможет меня ни от чего отбить 20 крестьян Поверьте мне Более чем достаточно 20 крестьян Это очень хорошая Плотная сильная экономика Тем более что они добывают Сарацинский камень А это Вам не просто так Итак у нас все еще 20 крестьян В целом лучников контролят Здесь мой оппонент Прекрасно Замечательно Здорово Глупый вопрос наверное Когда Винч едет на Рэдбул Бололо Я выезжаю в воскресенье Итак первый Мамилюк готов Делать крестьян Нет Это Это стратегия Ребята не про то Чтобы делать крестьян В этот момент Мне советовали Примерно такие вещи Винч Давай сделаем Мамилюков Давай сделаем Броню на Мамилюков Без бронения не очень Можно сделать много Мамилов Можно сделать осадку Анагры А еще можно выйти В монахов Почему мы с тобой Не делаем армию Винчи где твоя армия Где твои юниты Вот Мне было очень забавно Может быть я здесь Немножко переврал Было прям не то что Прям идеально в точности так Но было очень близко К тому что я только что Вам описал Итак два Мамилюка Вперед поехали Три Шесть тычек Минус крест Лучник Тоже планирует Здесь как то отступить Минус еще лучник Минус еще один И начинается Танцы с микроуправлением В это время на базе У нас полная задница Леса под ТЦ Уже практически не осталось Добывается камень В заказе Нету больше Мамилюков И тут есть только Только одна вещь Тут есть два Мамилюка И это все Что мы можем сделать Итак два Мамилы Начинают здесь Ну не то чтобы начинают А продолжают здесь Свой рейп Убивают уже Энное количество крестьян Посмотрите по крестам Тридцать на двадцать два ТЦшечка упала ТЦшечка упала Ребята Здесь тем временем Пока это микро кресты Выходят бить лучников Лучников я понимаю Что у моего оппонента Не так уж много лучников Здесь кресты продолжают умирать И популяция Двадцать восемь на двадцать один ТЦ достроился Надо быстренько От него ливать И соответственно Да удалось тут еще одного Вела забрать Здесь вышли первые скирмы У скирма все те же Апгрейды без брони Только на атаку И здесь лучники Потихонечку Потихонечку Умирают Я уже смог выйти на свой лес На лесопилочку Отправился на лесопилочку И здесь еще Минус два скирма Возможно можно было пойти сюда Этих скирмачей Тоже забрать Но я здесь нашел Кое-что поинтереснее Этого вела И в целом Ситуация становится Уже интересной Смотрите Мой оппонент Не добывает еду Он покупает еду За золото При этом У него всего лишь Двадцать шесть крестьян То есть он всего лишь На четырех крестьян Меня обгоняет Вы понимаете Оно работает Эта херня Работает Вот Потеряет ли Винч Мамелов От крестьян Не-не-не Ну я хорош Я же хорош Я не настолько плох Но важно Что у моего оппонента Девять военных юнитов Против трех от меня И в целом У него уже есть Арчери И какие-то апгрейды Конечно вот это золото Я не нашел Возможно если бы я его бы увидел Было бы очень клево В этом убить И мой оппонент понимает Что ему тут пришлось Немножечко лучниками Перегруппироваться Стоять вот так вокруг Он больше у него не получается И здесь я его прочитал Он идет на лес А я уже как раз таки Снял крестьян с леса И тем временем Посмотрите на количество камня Которое у меня уже имеется Это Это 530 камней У нас все еще 9 крестьян На камне Преимущество добывать камень Знаете в чем Мангудэф терять можно Мамелов нет Принято Да так и есть Кирма разве контрит Мамелов Мамелов ничего не контрит Ребята Это имба Это имба На самом деле реально При должных апгрейдах И о должном количестве Мамелов очень сложно убить Мне кажется можно на ютуб залить Так мы на ютубчик это и записываем Надеюсь запись идет Да запись идет Только что проверил Красота Итак здесь 6 крестьян Тут 3 лучника Ходят вокруг моей базы И тем временем Я вышел На камень Итого у нас 16 крестьян На камне Тем временем Фермочек уже становится больше Посмотрите по крестам 28 на 26 И здесь прямо сейчас Крестьяне выходят Строят замок Далеко Вот тут мне говорили Что замок нужно было построить Где-то вот здесь Возможно я реально мог это сделать То есть тут были в основном Скирмы И если бы я пошел бы И поставил бы замок Где-то бы вот Ну допустим Допустим даже банально Вот сюда вот Может быть тут можно было Как-то вместить Либо вот сюда Возможно я мог бы это сделать То есть если бы я наметил бы замок Там было бы классно Но по итогу Сделать этого я не сумел Строится замок А мой оппонент Только-только сейчас Нажмет переход в следующую эпоху Посмотрите на его экономику У него 25 крестьян Находится на золоте По крайней мере До того как он только что Вышел на ферму Поэтому все что он делает Добывал по сути золото Итак второй замок Ставится на Второй городской центр Тем временем По крестьянам Я всего лишь на 2 крестьян Отстаю Но при этом Я уже перешел в замковую А мой оппонент Только нажмет в замки Да конечно можно было Здесь надо было Не в крестьян Да мамела тем временем Сбегали на базу Убили здесь всех лучников Которые были Поэтому армия 4 на 7 Да реально я так смотрю Можно было здесь попробовать Агрессивный замок построить Все конечно зависит от микроуправления Смог ли я Смог ли бы я Четырьмя мамелами Здесь убить Вот эту армию сфирмов Но если бы я отбил Вот эту вот Вот эту вот добычу еды То я думаю Я бы однозначно бы Тут мог бы выиграть игру Тем временем У меня здесь выходят мамилюки Начинают ломать Начинают потихоньку его вычинивать И вот здесь тоже такой момент Что у меня в заказе кресты А если бы я прямо сейчас Бы заказывал бы петарды Нон стоп из двух замков Я бы мог взорвать Таун центр до его перехода Прикиньте как это было бы мощно Да здесь я пытаюсь Прям идеально все сделать Мамелами даже выхожу Личные тышки даю Очевидно что мой оппонент Прямо сейчас переходит в следующую Но из-за того что он его вычинивает Все таки перейти здесь Он скорее всего успеет Конечно петарды Тогда лучше было вообще не делать Но если бы я реально вместо Хотя бы двух мамелов Который я тут сделал Сделал бы еще 2-3 петарды Этот бы таун центр Точно бы упал И я точно бы смог бы Не дать перейти Своему оппоненту В следующую эпоху Ну а дальше здесь уже можно Можно придумывать Придумывать и делать Разные прикольные штуки Да но тем временем Все равно здесь С большим запасом Переходит С большим запасом Переходит он в В замковую И это конечно расстройство Это было такое расстройство Но при этом у меня плюс 2 вела Вот Работают они конечно не идеально По экономическим апгрейдам У моего врага есть топорик Он нажал апгрейд на Кстати на лучников Понимает он что лучники Здесь очень хороший вариант И у него в целом Пачка то неплохая есть Правда где пока непонятно На базе да где-то находится А многие сидят Да у него в целом 12 фрэндж юнитов Ну а у меня в это время Уже 8 мамелов Ну а вот здесь немножко Я зафорсил армию мамелов Может быть это было лишнее То есть можно было Прямо сейчас там даже банально В какую-то экономику вложиться И так попытка здесь Как-то подраться Но пока что она не увенчается Здесь успехом Очень хорошо здесь контроль Это очень маленькая Все-таки рэнджа атаки У мамелов Всего лишь плюс Всего лишь 3 Вот поэтому Один мамел Здесь был потерян Но все же Двух крестьян Я за это здесь убил Плюс ну пока что Никакой агрессии От моего оппонента Здесь не планируется Поэтому ситуация Не такая плохая Снова продается 400 камня То есть понимаю я Что здесь в этой игре Вряд ли я буду строить Третий замок Третий замок Мне пока не нужен И по итогу Решаю здесь построить Осадную инженерию Понимаю что Моего оппонента Здесь в основном лучники И именно с лучниками Момент игры Поэтому мы будем Немножечко ускоряться Мой оппонент Тем временем Идет ко мне на базу Да вот этим конечно Капча рейдж Мне не нравится Очень сложно смотреть Именно из-за того Что нет какого-то Промежуточного ускорения То есть ну совсем немножко Да ТЦ Ходить падает Выезжает Анагар Который готов Здесь уже крушить врага Но тем временем Он приходит ко мне на базу И начинает сбивать Мне экономику здесь То есть крестьяне Вынуждены находить Но все-таки Насколько вы помните Знаете Экономика у меня Довольно слабая Поэтому делать все Сразу и одновременно У меня здесь конечно Не получится Да Атака здесь Не увенчалась успехом Потеряны еще два Потеряны еще два Мамилюка Здесь возможно Анаграм нужно было Поиграть агрессивнее Но интересно Что к этому моменту Времени у меня Плюс семь крестьян Ну и соответственно Больше счет Еще и дополнительный Городской центр Здесь ставлю Но проблема в том Что как я уже говорил У моего врага Здесь сильнее экономика Ой сильнее армия Вот поэтому Очень большие проблемы Очень большие проблемы Сломал я ему Еще здесь домик Интересно Домики у него поэтому Не хватает Пятьдесят один Пятьдесят на пятьдесят один И здесь очень удачно Что два золота Заспавнились рядом Вообще он это золото Почти съел Еще и на это золото Сейчас выйдет Да это как раз таки Мое третье по моему Либо его третье В общем чье-то третье золото Потому что здесь Четыре тайла находятся Но тем временем Здесь лучники Ничего сделать у меня Не получается Мамилов здесь маловато Поэтому забрать Эту пачку лучников Банально здесь Ну нельзя Апгрейдов на мамилов нет Если бы они там были Еще фулл ап То можно было так Сделать это не получается Да тем временем Один наград Здесь в заказе У вражеского сарацина Едем дальше Во всем виноваты кресты И плохая привычка Ставитека Да это правда Если бы я здесь Не делал бы крестьян Я бы вероятно выиграл Тем временем Я здесь отправился На поиски Интересных Интересных вражеских ресурсов Очень неудачно Мне кажется Здесь начал забегать Мамилюками Конечно увидел здесь Сразу лучников И отступил И испугался Хотя сюда надо было забежать И вот это вот дотекание Здесь забрать Это было бы очень хорошим мувом Ну а мой оппонент Понимает что на базе У меня совсем ничего нет И посылает все большее количество Армии ко мне на базу По крестам тем временем Все еще больше у меня Причем на 7 крестьян И плюс есть дополнительный Городской центр Но это пока мне тут Не сильно помогает Потому что экономика Практически не работает Кресты сидят Занимаются какой-то фигней Еще здесь вышел Строить Городской центр И очень удачно Вот этой пачкой Он сюда пришел Хотя казалось бы Лучники здесь уже есть И тащить еще одну пачку туда Ну не имеет большого смысла Да здесь убил двух крестьян Но кстати можно было понять Что тут остался всего один тайл И скорее всего здесь Где-то больше крестьян Вот поэтому конечно обидно Что я убил только этих крестьян И по-моему Не побегу искать дальше Да анаграм я здесь тоже не реализовал Анаграм почти ничего не сделал Можно было его как-то на базу Здесь притащить Он вполне себе мог бы Здесь мне помочь Тем временем здесь строят Дополнительный Городской центр Мой оппонент И по крестам в целом Несмотря на то что я вырываюсь вперед Слишком большой перевес по армии 27 на 26 Поэтому сделать что-либо тут Очень непросто Давайте ускоряться Смотрим дальше Смотрим дальше Смотрим дальше Да мамелы здесь не могут подойти Потому что драться с этой армией Очень страшно опасно Поэтому огромное количество крестьян Сидит просто на базе Банально и не работает Ну и плюс сарацин Потихонечку начинает добывать Более важные ресурсы Чем просто золото И камень За который на самом деле Уже практически ничего купить не получится Здесь у меня еще есть кресты Которые пришли добывать камень В итоге да Хотел тут построить Ацену Передумал Построил просто Шахту на камень Камень очень важная штука Но здесь это Арчери Этот камень видит Ну а тем временем Здесь были еще потеряны мамелы Но что самое важное Что я дорвался И построил все-таки Городской центр Вот на этой важной Центральной горочке При этом построил его Еще и на камушек А это означает Что в ближайшее время У нас будет больше камня Уже 21 крест на камне Да и здесь Очень конечно плохо Что я так и не привел Анагар вот на эту горку Чтобы здесь защитить Этих лучников Ой этих крестьян Которые здесь были Поэтому здесь большое количество Крестьян я потерял Очень странно Как он добил этого креста На флоренже И здесь решаю я Добывать все-таки Не камень А построить мельницу И начать добывать ягоды Тем временем Здесь большое количество Крестьян идет Строить замок Вижу новый городской центр Ставлю замок Правильно У нас план очень простой Ну и вот здесь Я задумался над тем Что может быть Было прикольно Замок вот здесь построить Сразу да То есть сразу обрезать Ему этот городской центр А вот здесь пока Не торопиться И не париться По крестам в данный момент 49 на 37 То есть по идее У меня все должно быть Очень хорошо Но тут продолжается Некоторое количество крестьян Продолжает умирать И в целом Здесь ситуация В которой я должен Сильно перемихрить Своего оппонента Еще и на этом ТЦ у меня уже Большое количество ферм Вообще на самом деле У меня все круто в этой игре Но вот прямо сейчас Я здесь не самым удачным Образом контролирую Потому что еще Несколько крестьян Было потеряно Здесь конечно Такую пачку лучников Терять крестьян Терять крестьян Вообще нельзя Даже несмотря на Это ванпос Который дает ему Большое количество информации Да здесь попытается Он еще как-то Доехать под анагр Просто уворачивается От выстрелов анагров И параллельно Стреляет по крестам В целом идея хорошая Но сделать все равно Это будет тяжело Здесь большое количество крестьян Он отправляет на то Чтобы просто отвлекать Видимо мои анагры Но здесь очень выгодно Подбежали манилюки Поэтому они этих крестьян Здесь и убивают Правда конечно Потерять на крестах Один анагр Это тут ошибка Большая Потому что теперь он Все еще может Стрелять не по велам Очень короче Плохо я здесь Законтролил Можно было все Намного лучше сделать Но по итогу Оппонент доказывает Что не такой ужин у баз Правильно? Вот Не такой ужин у баз Поэтому Поэтому получается Так как получается Здесь строю Дополнительный городской центр Правильно Что будем делать? Нам нужен срочно Четвертый ТЦ А то экономика у нас Слабоватая Экономики не хватает Проигрываю игру Явно только из экономики Но замок в итоге Будет достроен Большое количество крестьян У оппонента Также не работает Один крест Который сидит в городском центре Остальные банально На этом стороне Были потеряны И здесь важный Хороший ТЦ на золото Он ставит Вот это вот то Почему я говорил Что было бы классно Привезти сюда пораньше На гор И вот эту горку Здесь законтролить Потому что гора Огроменная Вот эта посередине И контролировать ее Конечно вот в этой точке Было бы очень приятно Потому что оппонент Не смог бы на нее забраться Но Да 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 И здесь что самое больное Он наконец-то нашел Мою дополнительную базу Я так хорошо здесь жил Так хорошо здесь развивался А по итогу Это выходит Какая-то хрень Потому что Привезти туда Снова анагар Вот эта вот проблема В том что у меня армия Это в целом не слабее Да То есть осадка Очень здорово Может помогать Справляться с лучниками Но самая большая проблема Что приводить Вот этот анагар По всей карте С одной этой осадки Это блин бесилово То есть Ну это очень сложно сделать Вот Здесь важно что У моего врага По сути Всю игру Могло не быть золота То есть Если бы я проконтролил бы Вот эту голду Плюс замок Здесь у него не было бы голды Он не смог бы делать своих юнитов Ну либо там Надо было бы как-то еще что-то торговать Поэтому важно было еще Вот этот оценит здесь построить А я все-таки дал это сделать И вот здесь тот момент в игре Когда он начинает потихонечку Раскручиваться И догонять меня То есть у меня пока есть топор и хомут У врага есть только топор И он приезжает Здесь анаграм И начинает долбить мою новую базу Еще и добывать реца я не могу То есть у меня крестьян вроде бы больше Да Но 20 из них хайдалит И банально здесь Ну нечего ими делать Потому что даже убежать влево Я не могу Здесь стоят аванпосты И при этом Кстати вот это золото Я к сожалению не видел Вот Здесь стоят аванпосты И при этом Лучники То есть у меня слабее армия Поэтому я могу добывать Только под своими зданиями Только под своими Городскими центрами И только под своими замками Поэтому конечно Хотелось бы мне Все вот это Вот всех вот этих вот крестьян Хотелось бы иметь Где-то вот здесь вот справа Вот А я этого сделать не могу А тем временем Здесь два мамилюка Идут снова рейдить золото Понимаю я, что вполне вероятно он туда спустился Ну а он здесь продолжает блокировать у меня Все, что есть здесь Идеально здесь контролить Не дает мне крестами забрать его анагар Поэтому получается все не идеально А, у меня здесь еще свой анагар Да, очень клево я крестами отзонил анагар Может быть обратили внимание Не мог он двинуться в другую сторону Ну и соответственно ресурсов на починку своего анагара У меня здесь больше нет Оп, выстрел по земле Не самый удачный Но по итогу анагар спасти здесь не удастся Наверное потому что нет ресурсов А, нет анагар даже спасен Да, этот анагар здесь очень важный То есть он по сути здесь помогает мне сохранить эту базу Но что важно, что я убиваю вот здесь крестьян на золоте Ну как крестьян, да Они параллельно ломают шахту Ну и где-то до крестьян здесь тоже достреливают и убивают Да, в это время Но айсик здесь ошибается Поэтому здесь очень клевый страйк по лучникам Всех лучников на ровном месте А дало вроде кажется, что опять я должен выйти вперед Но здесь Разменчик анаграми Анагры есть И вроде как опять хорошая ситуация Но важно, что куча крестьян не работает Занимается какой-то фигней Здесь работать не могут Здесь начинают делать анагры Но конечно то, как он только что нафидел То есть да, сразу смайлики от куба Любой к анаграм Анагры, конечно, эти страйки Да, здесь с горочки по лучникам Это красота В итоге сразу много крестьян потерял Лучников потерял И окажется, что снова у меня все очень и очень круто С вами просто напоминаю Вспоминаем У нас с вами эта игра Эта игра Изначально Эта игра Эта игра изначально была о том Что мы строили замок На очень раннем тайминге Это стратегия, которую я ни разу не видел в исполнении На туповом уровне То есть реально на таком тайминге Здесь я, кстати, нашел еще один камень Камень Это здорово, поэтому мы добываем камень И тем временем Теряем больше крестьян здесь Здесь важный стратегический момент Что новый айсик здесь вышел именно в коней То есть он добавил конюшню Сделал несколько коней И они идеально здесь дошли Потому что они сломали мои защитные анагры Соответственно я ничего не смог против этого сделать Он вышел сюда на золото Тут было золото И он на него вышел Блин, как неудачно У него же реально почти нет голды в этой игре И я здесь продолжаю его атаковать Есть, конечно, голда здесь Но она тоже закончится Это золото реально очень важно Потому что это я отбил А это он уже съел Блин, как реально важно Важна эта голда На которую он здесь вышел Блин, чуть-чуть не хватило разведки Получается Это все потерянный скаут Я вам говорил Что тут вся фишка в скауте Да, тем временем у меня все еще плюс 20 крестьян Всего плюс 20 Йоу, ладушек Здорово, привет рейдерам И здесь еще один замок Это уже четвертый замок На вражескую экономику Да, здесь все неплохо получилось Отбил я Решил отбить вот это золото Да и просто сломать ТЦ Отбить здесь фермы Снова получилось неплохо И получилось здорово Но Контр-атака от моего врага И здесь снова боль Потому что здесь есть анагры Здесь есть вражеские анагры Которые Которые начинают ломать мои здания Мои анагры Не могут сюда доехать Потому что осадка находится в очень плохом месте И приходится здесь строить новую осадку Потому что отсюда ее довести не получится Стратегическое расположение осадок здесь не самое удачное Есть при этом, кстати, баллистика у моего оппонента То есть он очень клево играет лучниками И монахи плюс осадка Здесь их не хватает На самом деле дальше игра пойдет очень слопи То есть мы ее тоже посмотрим Да, посмотрите на миникарту просто Как же все просто разрознено по карте И слева, и справа Здесь, кстати, есть золото Он тоже его контролит Вот это золото тоже контролит То есть на айсик в этой игре Очень круто контролирует карту Намного лучше, чем я Именно этого мне не хватило У меня, конечно, не было особо ресурсов Да, здесь, конечно, очень наглый замок Я планировал построить И мне кажется, я мог бы его построить Если бы я реально вот прямо сейчас Боего бы здесь наметил Да, то есть Ну, чуть-чуть Чуть-чуть, наверное, не так нагло Надо было сыграть И все получилось бы Но он рано сюда пошел лучниками сразу То есть он среагировал Очень хорошая у него реакция По ходу всей игры Поэтому пока он исполняет все идеально Да, здесь большое количество золота И вот здесь тоже еще один поворотный момент в игре Вы посмотрите, какой замок я наметил Вы посмотрите, какой замок Он поможет мне забраться на эту горку И все просто моментально Смотрите, стоит таран Я начинаю строить И таран моментально дает тычку И этот замок падает Падает просто на ровном месте Минус 650 камня Чтобы вы понимали Смотрите, я накупил камень Блин, там еще не видно Смотрите, сейчас будет покупка камня Или не будет покупки камня Оу май Короче, вы понимаете, как это больно Вот этот замок, он реально Он дальше сбивает ему экономику И я все еще лидирую по эко Я отбился здесь Его лучники находятся Хер знает где У меня наконец-то защищен эко Наконец-то все нормально И тут тупо Бэм И минус все Вы понимаете? Бэм И минус все Вот Соответственно, чтобы вы понимали Камень сейчас стоит примерно по 70 за покупку То есть 70 голды за 100 камня Я бы тупо вышел из игры Да, я и говорю Причем этот таран было не видно То есть он когда дал тычку Я просто начинаю строить замок А замка нет И я понимаю, что там нету на агре Я такой думаю Что? И только потом понял Я там то ли звук тарана Слышал, то ли еще что-то Ну короче, тупо анлаки Да, вот полностью согласен Да, здесь тем временем Таран начинает пушить меня отсюда Боль Здорово Круто, здорово Вот здесь Пытался отбить мне камень Но все, нормально У меня все еще больше крестьян Мы снова добываем рецы И защищаемся на горке Да, здесь какие-то размены Размены не идеальные У врага уже большое количество коней Минус анагр Что-то монки анагры Здесь пытаюсь контролировать Потому что у меня много монаков По идее я могу конвертить Вражеских коней Пытаюсь таким образом Сохранять анагр Но, к сожалению У меня это сделать здесь Идеально не получается Поэтому он даже не боясь Городского центра Просто заходит под таун-центр И убивает здесь всю ту армию Которая у меня была Поэтому файт принят плохой И опять же Всю игру решает то Что у моего врага Средняя армия Здесь анагр Внагр Рамит Чисто анагр МВП Правильно Пытается сломать Это и посмотрите На количество моего золота У меня всего лишь 46 крестьян Ребята Всего лишь 46 крестьян На золоте Мне сломали маркет Поэтому я Не долго думая О 20 крестами Строю новый маркет Смотрите Что будет с камнем Смотрите Ну-ка Смотрим Винич Ты построил рынок Давай 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 Вот По 82 86 89 Правда там Мискликнул на еду Купил камень Я все равно Построю этот замок Вы поняли У меня была только одна цель В этой игре Это достроить этот замок Достаточно очень хороший замок Построил сам новый Исик Лучники что-то ходят И так далее И как вы думаете Что я буду делать еще Правильно Мы строим один замок Нет Строить один замок Это слишком просто Типа Ну вы понимаете Да Мы как бы выманиваем его Там и так далее У него все внимание Сейчас здесь Здесь правильно Он забрал анагр Я строю еще один замок Чтобы окружить его Здесь замок И вот этот замок Мне кажется Не самый классный Вот тут как раз Надо было пойти Замок куда-то вот сюда Вот строить наверное Либо вот на эту горку Строим сразу два замка Одновременно Вы поняли У меня еще есть камень На еще один замок Вот поэтому У нас тут план Это грандиозный Этот замок достраивается Все классно Здорово Можно вернуться К добыче золота Вот мы с вами молодцы Замок стоит Вот Двигаемся дальше По крестам Наконец-то оппонент Вышел вперед Блин как вот это золото Вот эту игру спасает Реально Очень сильное золото Прям очень Неприятно конечно Да При этом он еще остальное золото Тоже контролирует Соответственно здесь И смотрите Здесь следующий план Вы думаете Я на этом остановился бы Нет Можно продавать лес Кстати человек накупил Кучу еды Можно продавать лес Золото И можно купить Больше камня У меня всего 4 креста На камне Я покупаю кучу камней И у меня снова 500 камней Здесь я иду строить замок Но новой сик уже знает Чем пахнет И он сам первым Намечает здесь замок Но Но Когда мы знаем Что у него здесь Много крестьян Это значит Что освободилась Эта горка А если освободилась Эта горка Это значит Что ее нужно Забрать замком Поэтому замок Строится на горке У нас новая позиция Новая позиция Захвачена Тем временем Мы конечно теряем Этот просто Титанически важный Городской центр На горке Здесь небольшой страйк Конечно не идеально Контролится Но У меня закончился Редемшн И это значит Что я могу вербовать Анагры И мы едем Вербовать Анагры Да Только один Анагр успел Удалить Этот Анагр Он удалил Скорее всего Чтобы забрать Мой Анагр И по итогу Новая сика Все Ну Так Как-то так Да Еды 0 Новая сика 0 крестьян на еде Я сбил ему Последние фермы Винч Да Всем здрасте Сколько строим замков Я не знаю Тут уже стоит Раз Два Три Четыре Пять Шесть Семь замков Уже построено Вот Ну соответственно Городской центр На дополнительном золоте Как я говорил Еще и на моем золоте То есть у человека Просто очень хороший Контроль карты Итак Едем дальше Надо потихонечку ускоряться Потому что и видео затягивается И игра затягивается Уже есть дела То есть по итогу Начинаются просто фермы Фермы Монахи Лучники разбирают моих Разбирают моих монахов Все убивают Пицца петарды Я понимаю что петарда Это The way to go here Делаю петарду Строю городской центр На его фермы И вы прикиньте Он по моему это законтролит Смотрите Он удалил фермы То есть он реально заметил Что я строю здесь городской центр И удалил фермы Я был реально в шоке Ну то есть реально Вот в такой ситуации Законтролились Это очень круто МГ Реально 0 ТЦ Да у меня какое-то время Было 0 городских центров Вот поэтому 0 ТЦ С этим замком Да вот я их только-только достроил И в итоге Нажимаю переход Позже чем мой оппонент Что конечно в этой ситуации Очень плохо Надо было не делать Эти петарды Если бы я их не делал Я мог бы здесь раньше бы нажать Мне было бы посильнее экономика Может быть здесь еще бы Что-то можно было бы придумать Потому что я бы раньше Сделал Требушеты Но на самом деле К этому моменту Игра уже сыграна Слишком большой перевес У моего оппонента У него потихонечку Начинают Заказано аж 4 Требушета То есть он в каждом замке Сразу по 2 Треба заказал Ну и начинает здесь по очереди Требить мои замки И я ничего не успею С этим уже поделать Надеюсь что вам она понравилась Надеюсь что вы получили Те эмоции Которые Хоть немножко тех эмоций Которые я получил Играя эту катку Вот Да здесь конечно еще монахи Плюс 3 Без уникального апгрейда Что-то делают Но к сожалению Выиграть здесь уже не получится Конечно много лучников Я здесь еще сумел поубивать Но катка потихоньку Здесь будет закончена Потому что я никак Справиться с фрайшской армией Не смогу Ну а Требушеты уже Слишком хороши против зданий И никакие здания Тут против армии Мне уже не помогут Да катка по вам Просто огнище Поэтому кто будет смотреть на ютубе С вас обязательно ребята Лайки Обязательно подписки Вот Надеюсь что несмотря на то Что давно не было видео Вам все равно Вы все равно про меня вспомните Зайдете Посмотрите этот видос И будете так же довольны Как и я тем Что я наконец-то добрался До ютуба Хоть и на стрим Ну а ну давайте Долистаем уже эту катку Посмотрим как мне здесь добьют Жеймами люки добавлены И даже ап на гусара Понимаю что фуловая экономика У моего оппонента Но Да Да пытался я здесь химию сделать По-моему да У меня заказана химия Да вон первая пушка вышла Забрал кое-как три бушета Но он даже банально Под замок уже подходит И все убивает Спасибо всем большое ребят За просмотр этого видоса Статистику давайте быстро Пролистаю Соответственно кто захочет Тот посмотрит И изучит Апмки не будет Субтитры сделал DimaTorzok